Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Документы в планшет и забили в суд нарушение, правильно? Составил. Хорошо. Прочти, не сложно. Николай Николаевич, вопросов нет. Вновесный человек, просто они как-то суд прошли с оружием. У меня вот принятели не сомали. Я сейчас беру тебя. Господи, я же, как раз. Давайте как-то мы вернемся в рабочее русло. Я же говорил. Исключим. Посматриваем анкредное дело, анкредные жалобы. А сейчас исключительно правило сюда. В рабочую неожиданность. Документы, пожалуйста, уйдите. Здравствуйте, свидетель, комиссия Александрович Николаевич. Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, я не знаю, что в качестве свидетеля о делах, пожалуй, Анатонова на удушение. Анатонова на удушение. Продолжение следует. Документы, комиссия Александрович Николаевич. Документы, комиссия Александрович Николаевич. Документы, комиссия Александрович Николаевич Николаевич. Документы, комиссия Александрович Николаевич. Понятно? Да, помимо. Там есть ответственность на курсе 42. Продолжение следует. Документы, комиссия Александрович Николаевич Николаевич. Продолжение следует. Продолжение следует. Доехала до перекрестка и совершила поворот налево без дополнительной стрелочки стафором. После чего мы ее остановили. Малыш пошел к руководителю, объяснил правонарушение. При составлении протокола я все объяснял, где соответствующая пометка была. При составлении протокола тратимых нарушений и тратимых постановлений. При составлении протокола тратимых нарушений и тратимых нарушений. При составлении протокола подходил я. Все необходимые хд-тесты, которые присутствовали с Афромом, все они были приложены в материал на тратимых нарушениях. При составлении протокола тратимых нарушений и тратимых нарушений. При составлении протокола тратимых нарушений и тратимых нарушений. При составлении протокола тратимых нарушений. При составлении протокола тратимых нарушений. При составлении протокола тратимых нарушений. То есть, у вас в поле лимис больше fois. У вас больше, чем видеокомет? Наверное, да. И угол обзора чирлифтоматов? Не имеет отношения. Хорошо, вы тут решаете, что это все wrong. Хорошо, да. Скажите, пожалуйста, когда Малышев... Вообще, почему Малышев пошел ко мне первым? Ну, потому что Малышев пассажиром. Я же не могу делать одновременно все сразу. Скажите, дело к административному правонарушению было возбуждено с какого момента? С момента фиксации вами правонарушения, правильно? Не были вопроса. С какого момента было начать административное производство, по делу? После того, как он прошел инспектор, представился, объяснил суд нарушение по собой. Скажите, пожалуйста, инспектор Малышев, он по данному делу кем являлся и является? Яско узнал. Свидетель же, наверное. Так, когда Малышев вернулся, скажите, пожалуйста, что-нибудь он говорил вам? Нет, не было составляет административное дело. Что-нибудь еще может? Нет, я подал документы, я начал строить административное дело. Какими подробностями может проводить это? Ну, ничего, никто ничего не заявил, никто ничего не заварил. Узнал, может быть, рука? Не знаю. Не помните? Не, не помню. Так. Кто? Борцы разогрелся. Все в камерах, все это. Он не видел, что он с дублера Яна Айнса повернул, и что, можно ему переставление сделать? Потому что там только поворотное право. И что же вы ему ответили? Представили составлять материалы? Я еще раз повторяю, забрал документы, стал составлять административное материальное. Какой документ вы составляли? Хопасти. Какой документ вы можете представить? Постановление. Постановление. Где я находился в этом момент? В машине. Вы на этом момент были со мной знакомы? Нет. Скажите, пожалуйста, как рассматривали дело? В смысле? Ну, как рассматривали? Сделаем с этим правонарушением. Создавался административный материал. К вам подошли, сказали, что не согласны. Он объяснил еще, сказали, что не согласны. После этого наше строительство протокол. Ну, как-то рассматривали вообще дело? Как его рассматривать? Зачем рассматривать? Здесь видео, есть очевидное. Вот вы, получается, просто взяли документы у Малышева, правильно? Это он мне передал документы. Здесь составляем с этим материалом. Перенесли механически просто документы в планшет, да, и... Забил. Забили в суд за нарушение, правильно? Составил. Хорошо. Малышева, при этом, спрашивали, что они под тарвайом какие-нибудь разъясняли? Малышева? Да. Мне зачем Малышеву разъяснить права? Ну, вы... Да, вы по вопросу задаете. Дайте, пожалуйста. Если бы Малышева уточняли, что разъяснили права публикаем? Я думаю, что разъяснить, потому что Малышеву старший инспектором всегда разъясняет. У нас тоже приорит. Мы тут априори решили, что все права... Конечно. ...длинные привлекаем лица, поэтому о каких-то основаниях для... Конечно, основа такого никогда, чтобы он что-то не рассказал. Достаточно оснований были для того, чтобы социально-инспектором вы доверяли Малышеву. Ну, не так его действиями не перепроверяем, не точно. Хорошо. Сынчиков. Скажите, пожалуйста, сами вы как-либо предупреждали меня, не предупреждали о том, что постановление будет выноситься? Вас? Ну, как минимум. Да, у вас мало, что предупреждали об этом. Я понял. Хорошо. Так, скажите, дело было рассмотрено, получается, в моем смысле. Вы это указали в постановлении? Не знаю, не помню. Скажите, пожалуйста, вы когда составляете постановление, вы с Малышевым советовались, что писать и как писать? Нет, я с ним ничего не советовался. Он хотел остановиться. Андрей Николаевич, вы были предупреждены по статье 17.9 административных правонарушениях об ответственности. Подумайте, пожалуйста, еще раз. Еще раз повторяю. Я с ним ничего не советовался. Он передавал документ, состав материал, два минуты, пошел к вам. Хорошо. Вы у меня, Киев, вы у Малышева там через меня или через меня у Малышева к вам передавалке, или вы мои личные данные, там, номер телефона, например? Нет, ничего не передавал. А вы спрашивали общего? Нет, не интересно. Так, водитель с Сафрово-управочек, андроссвязь, с ЛПН-РС, проехал прикрестный, направление улицы Турист, на выключенный сигнал, дополнительный сектор с топор. С протоколом? С протоколом? Не знаю, пока так. Нет, и есть такой, а ну давай. Что-то он все прожил. Что-то пока надержи. Где прожил? Телефон не сообщил. Еще бегать на телефон и бросил. Прожил. 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 Да, все прожил. Девочки, что-то не такие. Все они такие, пока не попадет на нормальную хуйню, что бы просто целую жопу огурцов носовали, и все, туда. Кыста тебя, что это? Чего нахуй? Может мне к нему сходить? Сейчас не будет причин остановки, сейчас я все здесь лягут. Причина его остановки. Дебил, ебан. Цитирую, еще первый. Ты вот так ответил. Светлана, пожалуйста. Почему составили его постановление, что вы дальше там сделали? Я же отвечал на вопрос. Передали малышу. Малышу пошел к вам. А почему малышу? Может так надо было. Так. Что дальше происходило? С вами там разговаривал, потом вернулся. Сказал, что печатал протокол. Вот и все. Просто что печатал протокол? Да, потому что вы не согласны с инициативным правильным решением, которое было явным. А изначально он говорил, согласен или не согласен? Мне нет. Не говори. Ну я же не подходил, я сидел в машине даже. Ну вы все равно составили постановление. Ну конечно. Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, а звал он вас в машине, может передавать, что вас кто-то зовет? Нет, после того, как напечатал протокол. Угу. Уже после составил протокол, да? После составил протокол, да, как он подходил, раздействовал. Угу. И вы, соответственно, права и обязанности вы не разъясняли? Ну да, вы там ничего написали, потом вы разъяснили, молодец. А то есть, получается вы как с напечатанным протоколом вы подошли, составили его в моем отсутствии? Правильно? Вот. Какая разница в каком отсутствии? Да, в присутствии вас в отсутствии? В какой разницы? Разницы нет. Разницы нет. В меньшее 2 в меньшее 3. Совершенно. То есть, получается, вы ли меня, никто не предупреждал о том, что будет составить протокол просто напечатать или все? Вы уже были ознакомлены с тем, что у вас было постановление, вы уже ознакомлены были. Правые обязанности вы мне разъясняли после того, как вручили меня копию, правильно? Нет, когда разъяснял протокол, объяснял полностью. Скажите, пожалуйста, я ставил свою подпись в графе за правой обязанности? Нет, так я не помню. Протокол? Да не помню это что-то. Время прошло столько. Ваше счастье, можно на обозрение перестать протокол? Спасибо. А мне тоже? Не нужен даже мой подпись, да? Нет, не нужен. Требяне, какой отметка о том, что я отказался от подписи? Есть, кстати? Я отказывался от подписи? Да, потому что нет. Я не отказывался от чём? Я его оставил. Скажите, пожалуйста, вы при составлении протокола... А, вы какие-либо ходатайства до составления протокола от меня принимали? Мы его это не заявляли. Не заявляли? Нет, вы не заявляли. Мы лично вам заявляли. Бачить можно ещё за протокольчиком? У меня не заявляли. Вот тут указано, к протоколу прилагается, там, восстановление и ходатайство... Ну, это уже после того, как я из протокола подошёл, уже после этого, после всего этого, вы мне просто начали забрасывать бумажками, совершенно ходатайственные. А, то есть вы после этого ввесли в него изменения, правильно? Я ничего не носил. Руки изменения. А как тогда печатный шрифт там показался? Вы сказали добавить, я пошёл и добавил то, что нужно было добавить. Хорошо, а что вы сделали с ходатайством? Приложил к материалу делал. Вы их рассмотрели? Я их не рассматривал. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы, может быть, с кем-то советуете, когда протокол составляли? А, вообще вы составляли протокол? Да, я составлял протокол с малышем. Да, протокол с малышем мы составляли. Скажите, пожалуйста, кто вбивал данные малыша? Половину я, половину малыша. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вы звонили кому-нибудь в машин, советовались? Нет, не звонил, не звонил. После Сергея Николаевича вам знаком? Знаком. Точно не звонили? Так какая разница, кому я звонил? Огромная. Да и нет, разницы нет, кому я звонил. Так не помните или помните или нет? Это не имеет значения. Ну, все у вас и нет, пожалуйста, можете пропустить. Вы откажете все отвечания? Да, я вам сказал еще раз, какая разница, кому я звоню. Прямо не обязательно отвечать, кому я звоню. Хорошо. Оськин кем является? Вы можете позвонить и спросить, кем он является. Номер телефона? Да не могу нет. А за это даже начать спросить. Так, скажите, пожалуйста, это Оськин вам порекомендовал написать, что я изначально был несколько согласен. Ну, никто ничего не порекомендовал. Точно? Точно. Ваша честь, прошу продемонстрировать видеозапись на диске, которую предоставили нам уважаемые Николай Николаевич. Свидетели о нас не помню. На диске, который с ГИБДД. ГИБДД? Да, 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 вот это видим, без опознавания знаний. Тридцать, где-то мне ждут тридцать четыре минуты. Тридцать четвертая минута. Ну, пропустим там половину мата просто. Неприлично будет. Кому там лицок, куда засунуть надо. Среди свои, вот. Ух. Хм. Ух. Чего там на счет чего? А ну, скажите, что. О, вы чего... Что? Ух. 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 Это я есть с помощью боевого. Не принимайте их. А? Так, согласен, отказывай его, не одинаково, убери его, что-то делать, ну протокол он по-любому на это составляется. Так, а постановление он расписался? Да, он там что-то расписался, он сказал, что когда-то если принять, я за койпой распишусь. Здесь я подпишусь, что я принял. Да я не знаю, что-то делать. Он пока на браке скажет, тупые нахуй. Сергей Николаевич, мы оставили здесь машину, да? Состояние административного материала. Он, короче, нам пишет ХДТ, направление материала административного дела по месту жительства. Что в таких... Я, короче, принимаю еще, да? Он, в смысле, когда он пишет его объяснение? Он уже готов. Он уже готов, уже в печатное видео. Ну, приложи к материалу и все. А есть ХДТ от допуска из защитника? Ну, то есть, если он требует адвоката, ты просто не выносишь ему постановление. А мы уже вынесли. Ну, мы вынесли ему уже постановление. И он уже писал с ним, нет? Он там расписал, что с правами не разъяснен, то есть не ознакомлен. С материалом делали там туда-туда-то. Что, протокол составляется, да? Ну, я вам предложил все ХДТ, чтобы не выносится. Ну, а постановление вынесено уже. Постановление уже вынесено. А после этого, как он постановление прочитал, он написал ХДТ. Ну, тогда предложите всем все ХДТ. И потом сразу напишут, что изначально согласен. Водитель ХД появились после распечатывания и закрытия дела, когда уже было вынесено постановление. То есть, я здесь, я не скажу, что пишу. Типа инспектор такой-то принял, да, свою подписью? Ну, нет, он его же требует. Принял приобщий, да? Ну, да. Ну, он копии себе будет брать? Конечно. А я не знаю копии, что здесь будет. Не знаю копии, наверное, не будет он брать. Ну, назвать искром. Мы прямо с ХДТ будем выкутирать в оригинал и потерял его. Если вы будете с ХД копией, то уже переписывать вам копию. А тут у него все распечатанное. У него все готово. Она распечатана, увидите. Это же там о монете, как его, блядь, защитники. Азарова хуяра вот эту. Ну, так да, это на оригинал и материал шелла. А то, что ХДТ запринал, у него на ХДТ напишут, что ХДТ запринал там и свое должное число. Звоня, как положено. Угу. И все. И потом в рапорте, то, что почему вынесло вставление. Ну, это не его, а потом. Он запринал, если не расписывается, не видит его. Просто там в рапорте указывают, что сначала было вынесено и все. А они там его отвинят и вызовут его, или как не вызовут. А как фамилия? Дорогая, да? Здесь молодой сидит. Сафронов. Ну, не знаю такого. Здесь молодой сидит. Там вот где-то он скидывал фотки бы. Сейчас я посмотрю. Нет, такого не знаю. Сафронова не знаю. Нет, нет. Я вообще блогеров знаю, а этого не знаю. Угу. Клеил поймал его. Да вот за... Какого? За обестрелочкой. Ага. Вот. Ну, если нет, если требует защитника, то, по сравнению, если требует по месту жительства, то обычно все выносит. Так он требует ходатайство по месту жительства, да? Ага. Да. И о том, что в соответствии с статьей 25.1, в отношении, которое ведется административом, в праве пользуются прави защитников. Нет, ну, если он напишет, что требует адвоката, то да. А если он вправит пользоваться, то понять. Вот любой наставе... Нет, написано, что найти защитника и адвоката здесь. Все, ходатайство. Саш, я неплохо тебя слышу. Спасируй телефон руками. Здесь у него написано в ходатайстве о допуске защитника. Что в соответствии со статьей такой... В России у него, на камеру, на звук. Вам требует с помощью адвоката для рассмотрения данного дела? Я вам скажу, да, даже ушко это заявляет. Если не вы здесь в протоколе, то требуется полный адвоката. Но на сцене, как это популярно, то требует защитника. Потому что он имеет правую пользу, а всего я. Защитника требует приобщить данный ходатайство к материалу дела. То есть, отложить рассмотрение дела с целью предоставления времени для поиска и привлечения к месту дела защитника. Все. Все правильно. Значит, отставление выносится. Если ты вынешешь установление, потом приложишь и еще раз напишешь подробно. Почему ты вынешешь установление? А протокол? А протокол составляет, да? Протокол составляет, да? Конечно, да. А вот, видишь, что такое? Чтобы в СВАУ ее отправили. УВД ВАУ. Я понял, да, все. Здесь я что-то принял, да, или что? Да, инспектор, такой-то принял. Протокол. Так. Туда и как воно протокол. Печатай. Так. Здесь пишу. Принял, да? Да. Не прям, просто должность свою. Она говорит, такой след смерти. Блин, мы это дело развалим. Пальцы. А здесь камера такой, блин. И так, там только охота была сказать. Да, раз, окончили. Они специально едут. 0,40. Лев есть. Лев есть. Лев есть. Сидят, ждут. Сидят, ждут. Сидят, ждут. Сидят, ждут. Сидят, ждут. Так, дальше что я должен попросить? Сейчас, подожди, протокол составим. Зачем протокол? Да. Мне надо постановить номер постановления. Протокол там закрылся. Пошел очень долгое время. Ты же принял, да? Это приобщим к материалу дела. Куда осталось и принял? Да. У вас есть копия или что? Или оригинал оставляется? Да, в определении напишите. Что сделать? В определении надо. В каком определении? Не надо. Что такое? Идет. Да. Что-то не разъяснило? Все разъяснило. Да. Тогда еще вот эту коню надо будет выкатать эту. Поставленный номер 188, 102, 771, 868, 007, 24, 422. Чем не разъяснилось? Так. Ходотайство? Ходотайство. Ходотайство, да? Ходотайство, да? О направлении материалов административного дела по месту жительства. Одна из такой. Материалов административного дела по месту жительства. Ходотайство о допуске защитника. Ходотайство о допуске защитника. Ходотайство о ознакомлении со всеми материалами дела. Как назад? Да конечно назад, у него проблемы. Придет он, придет. Ставим на 11 часов. А почему я с Вами не имею в виду? Потому что я не являюсь участником производства. Почему я? Я являюсь как свидетелем. А бы я нам был свидетелем указать. Завозник указать? Как минимум. Сейчас вот пока он мой нахуй. Сейчас я его... Свидетели. Сейчас они еще скажут, а почему вы свидетелем в моей команде? Не надо. Не являюсь. Свидетели. 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 Причем. Свидетели. Свидетели. Kendеньк. Подс elkarosнее просировано. Какое имеется значение? Ну какой имеет значение? Просто обсновление? Я не знаю, ничего. Извините. Алексей Николай Палочевич. Скажите пожалуйста, решение по жалобу вам известно? Нет. Не известно? Нет. Мне ничего ничего не вспоминя. Скажите пожалуйста, жалобу вам известно? Я подобраю вам на ваших столы? Наверное, за что не заметили. Подавали я, наверное. Вы присутствовали на рассмотрении тех пор? Вы у вас в ГИБДД? Когда вы были? Да, Николай Николаевич, когда был. Ну конечно был. Вам решение протяжало ли неизвестно? Мне это неизвестно. Скажите, по данному случаю вы были привлечены к степенированной местности? Какое имеет значение? Нет, нет. Прошу вас в честь, в принципе, вопросов больше нет. Какого зрителя? Прошу. Прошу. Как люди с орогом нахлёшли в суд? Ваши. Есть зачем мы учились? Да, 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 все успокоились. Ильичи. Это сказал человек, да? Мы с орогом успокоились. Падаться, что-то, посмотрим. Очень много. Малыш, в определенное свидание не выцелит. Хочу как выясняешь, что приказ о правительстве не предоставил, как представители полутили. Нет возражения, когда рассмотрим дело, отсутствие молочей. В Вашей честь. Я, по моему внутреннему убеждению, инспектор Денисенков по своей, может, не знаю, наивности, честности и так сказал достаточно для, мне кажется, прекращения производства по делу по отсутствию состава административного правонарушения, потому что, обращу ваше внимание, вы, наверное, заметили, что протокол составлялся половиной Денисенковым, половиной Малышевым. Тут чуть ли не усматриваются признаки преступления, на самом деле, потому что стоит там подпись Денисенкова, а по факту, если бы он как бы не сказал, что так оно было, как есть, то мы бы с вами смотрели чуть дальше запись, там, где Малышев печатает этот протокол. Ну, в принципе, я вам все сказал. Далее, на самом деле, если посмотреть там эту запись, то там всматривается глубокая личная неприязнь товарища Денисенкова ко мне и к моему пассажиру в автомобиле. А про дисциплинарную ответственность, ваше честь, я именно его спрашиваю, потому что он до этого привлекался к административной ответственности по жалобе моего, собственно, пассажира, с кем я был в машине. И, видимо, из-за этого как-то они решили вот так вот, ну, из мести, что ли, составить административный материал. Ну, как вы видите, что начальство у них намного более адекватно оказалось, да, и отменило их постановление. Так же там просто очень много мата, я боюсь, что никто не хочет слушать таким заседанием. А так, по профессиональным нарушениям, как вы видите, протокол административного правонарушения имеет недостатки. Это подтвердили как Ткаченко Николай Николаевич, который так же, может, не видел при первом рассмотрении, упустил из виду, да. То есть ему было достаточно для отмены постановления, да, не хотел он прекращать производство по делу. А Малышев так же, о, Денисенков так же подтвердил, что протокол имеет недостатки, то, что отсутствует подпись привлекаемого лица, то, что отметки о том, что по описи данной я отказался, не было. Он также признался в том, что в нарушении и кодекса административных правонарушений, и своего регламента административного приказа 164-го, а именно 138-го пункта, там, где четко для инспекторов ДПС указывается, когда он должен разъяснять права и обязанности, а непосредственно перед получением объяснения от лица, привлекаемого к административной ответственности, перед составлением постановления, либо перед составлением протокола. Опять же, перед, опять же, из-за видеозаписи следует, что, как подтвердил Денисенков, видеозапись соответствует действительности, да, ну, как бы частично, с его слов, да, ну, сказал, что видеозапись патрульного регистратора. Что, когда они советовали с господином Оськиным, с Сергеем Николаевичем, это их начали, что делать, да, собственно, он им так и сказал, что говорит, что изначально я был согласен, якобы, а на самом деле я был не согласен, и малыш ему, собственно, говорит, он изначально был не согласен. То есть, если бы у нас были колонки более четко, это было бы четко слышно, но и так, я думаю, у вас, как бы, суд услышал это, поэтому, Ваша честь, я думаю, что все тут ясно, все тут понятно, ваше честь. Прошу производство по делу прекратить, прежде всего, за недоказанностью факта самого правонарушения, так как, как мы видим, Ткаченко Николай Николаевич также смотрел запись, и Денисенков также подтвердил, что машина находилась в 400 метрах от них, да, и за то время, когда, грубо говоря, они догнали именно нашу почему-то машину, там серых машин могло проехать 10-20 штук, номера, опять же, они не видели, номеров на записи с регистратора также не видно, как это подтвердил Ткаченко, так и Денисенков. Хорошо, что у нас есть это дело, на рассмотре дела у нас будет свидетеля Балышева, в связи с тем, что такое, что у нас будет свидетеля с 2012 года. Так, далее вопрос, по поводу Ваших свидетелей, наставить, на такой соседей. Ваш честь, лично я считаю, что у суда есть достаточные данные, чтобы на данный момент вынести соответствующее решение. В судном месте объявил рассмотрение дела в обсуждении свидетелей Арсенции, выполняющихся доказательствам дела. У Вас вообще нет. Ваша честь, ну, я думаю, что вы видели, что Денисенков испытывает личную неприязнь к Сафронову, и прошу вас учесть это при вынесении определения. Ну, а так, в принципе, с Павлом Владимировичем я полностью согласен и поддерживаю его. Ваша честь, также хочу добавить то, что данный случай создает опасный прецедент того, что сотрудники ГИБДД просто не умеют составлять административный материал. Как мы видели сейчас в судебном заседании, Денисенков не знал не то, что нужно там для составления протокола, приглашать для составления, для вынесения постановлений, для как рассматривать дело административного правонарушения. Он просто этого не знает. Что делать с ходатайствами? Они звонили начальству. При этом там, конечно, при нем было бы, наверное, оскорбительно, потому что ему Малышев говорит, давайте позвоним вот Оськину, а он говорит, да нет, опять скажут тупые. То есть, ну, я не знаю, их там гнобят, что ли, как-то на службе, и поэтому они вот такие вот ошибки совершают, не знают, как рассматривать судатайство. Говорит, а что я должен с ними сделать? То есть, статья 24.4, коры самостоятельных правонарушений, им не знакома, и, мне кажется, они даже какое-то обучение не проходили. Опять же, он тут заявляет то, что половина протокола он писал, а половина писал Малышев, то есть, это вообще, ну, как это вообще делается? Тут он заявляет, что ходатайства появились после составления протокола, однако в напечатанном виде, да, в протокол внесены эти ходатайства еще до составления протокола. Какие-либо изменения, он говорит, я записал после этого, да, то есть, не позвал меня ни на внесение изменений, то есть, соответственно, статья 28.2, протокол должен был составляться именно в моем присутствии. Он составлялся в моем отсутствии. И даже после этого, когда мне принесли знакомство с протоколом, когда я сделал соответствующую отметку, на которую также я имею право делать, соответствую статью 28.2, Кодекса аминстративных правонарушений, что права мне разъяснены только непосредственно при ознакомлении с готовым протоколом, с готовым документом, мне поставил свою подпись в соответствующей графе Денисенков, мне сделал отметку о том, что я отказался от подписи, потому что я не отказывался от подписи. То есть, протокол, по моему мнению, содержит достаточное количество недостатков. Однако, сейчас мы рассматриваем жалобу непосредственно на решение даже снова лица по жалобе. Даже снова лицу хватило, чтобы отменить постановление. Видимо, с отменой постановления мы полностью согласны, это законно обоснованно. Наша жалоба, опять же, только в части того, что по данному протоколу нельзя было вновь рассматривать дело, потому что он содержит недопустимые недостатки, устранение которых не может быть восполнено в ходе повторного рассмотрения дела. Ваша честь, мы настаиваем именно на прекращении дела вообще за недоказанностью событий правонарушения. Ну и, конечно же, отсутствует состав в данном случае. Именно в связи с тем, что наделали у нас инспектор АДПС. Хорошо. Ваша позиция нет, а вопросов больше нет. Так, документы присаживайтесь. Ваша карта сформирована решение на оборудование. Сформировались ли мы письмо к вам решению. Я не знаю, что я прошу, с кислотой обратились. Заявленный командир ДТПС от 17-го до 17-го года. Копия с проводителем письма к решению. Копия с письма, еще раз копия решения, пожелание. Защитка. Все в реакции. Я не могу сдухнуть реакции. Я имею ваше счастье. Продолжение состоится через 2 часа. Прощайте, что здесь уже как-либо. Продолжение следует... Продолжение следует... Ручка, что ли, проебал? Боже, я тебе свою давал, видите? Ты свою давал. Блядь, только сегодня ручку попросил, а? Блядь, интересно, блядь, пиздец, только ручку сегодня взял, ёптвоёд, блядь, ну что за жизнь, да?